Продолжение следует... Продолжение следует... Ровно килограмм золота в высшей пробы стоит вот такой слиток 1 миллион 600 тысяч рублей. Но лично мне всегда было интересно узнать о другой цене этого металла. Мы расскажем о цене его добычи. Редактор субтитров А.Семкин Уже много тысячелетий золото считается символом богатства, могущества и власти. Синонимом лучшего и самого дорогого, что есть в мире. Даже вещи, не имеющие отношения к драгоценностям, люди привыкли оценивать на вес золота. А то, что вовсе не имеет цены, все равно называть золотым. Золотое сердце, золотые годы, золотое правило. Употребляя такие фразы, мы вряд ли вспоминаем об этом благородном металле желтого цвета. Но в России есть место, где крыватое выражение «золотые горы» – это не просто красивые слова. Туда я и отправился, чтобы попробовать себя в роли золотодобытчика. Сейчас мы находимся в местах, где наши деды, прадеды искали и находили золото. Это Урал. Край, известный своими природными богатствами. Именно здесь, в середине 18 века, впервые в России было найдено золото. Произошло это недалеко от Екатеринбурга, в окрестностях современного города Березовского, за которым прочно закрепилась слава родины российского золота. Найти его здесь способом первых золотоискателей мы попробуем с уральским геологом Александром Баталиным. Вот небольшая такая лесная речка. Спускаем сейчас на верхнюю пойму и посмотрим, есть ли здесь пески и содержат ли они золото. Старый, простой и верный способ геологоразведки – копнуть поглубже. Мы находимся в речной пойме, в низине по отношению к окружающей местности. И река сделала за нас часть работы, поэтому для нашей геологоразведки достаточно вырыть ямы глубиной всего метр, максимум полтора. Вот он уже, песочек. Сейчас мы нагребаем вот этот песочек. Это у нас снизу, вот эта вот выгодочка. Вот давай-ка мы, мой любимый кошек. Старый, походу, да? Старше меня. Вот у тебя классический платок выдолбленный из цельного куска осины. Тоже от предшественников не досталось. Первым делом всё очень хорошо надо разминать. Разминаем и при этом обязательно нужно встряхивать. Происходит фактически то же самое, что с россыпью. На протяжении тысячи и даже миллионов лет, когда золото само просаживается. Если золото там есть, то оно всё на дно. Оно всё садится на дно. Вот так. Вот так. И с ковшом, и с лотком принцип работы один и тот же. Отмыть золото от всего лишнего. Бултыхая лоток в воде и постоянно перемешивая его содержимое, сразу вспоминается выражение «грязь месить». Нет, наклоняйся сюда. Нет, справа, влево, туда. После промывки в лотке остаётся шлих, концентрат из тяжёлых минералов. Даже не горсть, щепотка чего-то непонятного. И всё получается ради вот этой вот щепотки? Ради этой щепотки. Это чёрные шлих. Очень качественные пылинки. Отдельные пылинки золота имеются. То есть можно сказать, что вот здесь, вот на этой реке, золото точно есть? Есть. Хотя я знаю, что говорят, что в Берёзовском золото есть везде. Да, больше или меньше, но есть. Добывают его, конечно, не лопатами и лотками. Простейшее оборудование старателей – уже давно музейный экспонат. Промышленные способы и объёмы добычи требуют совсем другого оборудования. По оценке геологов, сегодня в уральских недрах хранится около 10% всего российского золота. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Этот автобус едет на шахту. Рабочий день шахтёра начинается рано, в 7 утра. А вообще же рудник работает аж в три смены. Но в какие бы часы не пришлось работать, начинается рабочий день всегда одинаково, с быстрой планёрки. У шахтёров это называется раскомандировкой. Горный мастер распределяет работу. После все идут переодеваться. Перед самым спуском в шахту все шахтёры получают индивидуальные фонари и самоспасатели. Вот такие вот аппараты, которые, насколько я понимаю, должны спасти во время аварии. Ну, во время пожара, да. Самоспасателя хватит на два часа размеренного дыхания при выходе из района задымления. И всё-таки совсем не хочется, чтобы он понадобился. Лифт под землю. Здесь могут ехать 18 человек. На ноль говорили, на 162. Ну ладно, вы будете одинаково? Пока поднимемся. Поехали. Свой лифт шахтёры называют клетью из-за конструкции. Некоторые, правда, шутят, что название исторически сложившееся. Самыми первыми шахтёрами в России были каторжане. Думаю, многим и сегодня сложно представить, что есть люди, которые по доброй воле почти каждый день или ночь на несколько часов спускаются на глубину 400 или 500 метров. Горизонт 412 называется, да? Это вот руд двор 412-го горизонта. С рудного двора расходятся в разные стороны подземные улицы. По ним можно добраться до золота. В буквальном смысле золотые места на руднике называют дайками. Это рудное тело, где вот именно находится, то есть оно пролегает в мельчайших породах. И дайка слово «дать» – «давать». Да, да, да. Но на самом деле в переводе с голландского «дайка» означает «стена». А рудным телом горняки называют скопление руды, содержащей золото. Подобраться к нему очень непросто. Со всех сторон руда, как правило, окружена так называемой пустой горной породой, не представляющей ценности для золота добытчиков. Главная проблема рудников – грунтовые воды. По большинству выработок передвигаться можно только в резиновых сапогах. И это несмотря на то, что воду из шахты постоянно откачивают – полторы тысячи кубометров в час. Иначе затопило бы не только горные выработки, но и треть города Березовского. Так что рудник, какими бы ни были объемы золотодобычи, в прямом смысле – городообразующие предприятия. Это подземный расход расплаты взрывчатых материалов. Сейчас на смену выписывается взрывчатка. Каждый на забой взрывчатый идет и взрывает. И говорит, кто-то на проходческий забой, чтобы в проходку идти. А сколько каждый берет? Ну, тут уже по паспорту составляется каждый забой в своей количестве. 20 с лишним килограммов взрывчатки в одни руки. Ее разрушающая сила, конечно, упростила жизнь горнопроходчикам. Но и в 21 веке добыча золота остается тяжелейшим трудом. Березовскому руднику почти 270 лет. За это время шахтеры прошли десятки километров горных выработок. И каждый метр, отвоеванный у подземелья, это без преувеличения трудовой подвиг, который совершается каждый день. Где горнят с китрой стороны у него? Так он сказал. Не пирожки пить. Это еще даже не битва за металл, а за то, чтобы только подобраться к нему поближе. Забуриться поглубже, дойти до золотосодержащей руды. Проходчик бурит в забое много-много отверстий, шпуров, диаметром 4 сантиметра. В них закладывается взрывчатка, порода взрывается и выгребается из забоя. Потом все повторяется. Рудное золотоносное тело находится выше. По ходовому отделению, вот таким лестницам, шахтеры могут подняться или спуститься на любой горизонт, можно сказать, этаж рудника. А в экстренном случае по ним же выбраться из шахты. Ну вот и добрались. Здесь я и нахожу свое первое золото. Золото дилетанта. Золото. Золото. Ну это вообще-то и называют как бы золото дураков, перит. То есть вот как раз тот самый случай, не все то золото, что блестит. Да, 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 именно так. Но если вот это есть, то значит золото где-то рядом. Где-то рядом оно есть, да. То есть вот здесь уже вот золото есть. Здесь, да. Здесь оно. Ну невидимое, конечно, но тут оно присутствует уже. И по данным геологов, довольно неплохое. Золото, как и другие благородные металлы, химически инертно. Не вступает в реакции практически ни с чем. Его не нужно восстанавливать из химических соединений. В коренных родах березовского месторождения золото находится в виде вкраплений в кварце и в других минералах. Чтобы добыть крупное, видимое золото, достаточно освободить его от оков окружающих металл пород. То есть раздробить и промыть. Но на глубине такого золота немного. В основном встречается металл размером зерна и даже пылинки, часто видимые только под микроскопом. Его извлекать гораздо сложнее. И тоннами как раз такого золота и меряется добыча. Тоннами которых, по сути, никто не видит. Видимым, такое золото становится лишь на обогатительных предприятиях. В золотоносной породе бурятся глубокие скважины для взрывчатки. Не полтора-два метра, как при проходке, а 10, 15 и даже 30. Глубину каждой скважины определяют геологи и инженеры. В зависимости от того, как расположена дайка. Эта установка – настоящая тяжелая артиллерия рудника. Работают с ней только опытные шахтеры. Тридцать девять безвывозных. Тяжелая работа у вас. А что сделать? Почему выбрали такую работу? Как так получилось? Отец в возводе в городском саде работал. Мать на шахте Буфет. Я из-за когеолога. Золото-то само видите часто, нет? Нет. Один раз видел. Самород. Чем дольше я нахожусь в шахте, тем меньше удивляют подобные ответы. Люди, которые добывают золото, не видят золотых гор во всех смыслах. И, похоже, не очень сожалеют об этом. Отношение к золоту у них особое, профессиональное. В жизни немножко это помогает быть более… Ну, другие ценности, может, встают, или как это сказать. Уже не так ощущаешь. Золото для меня – это просто металл. Никакая не драгоценность, ничего. То есть добывается тяжелым трудом. В шахте еще говорят, что добывают не золото, а руду. Вся горная порода, содержащая драгоценный металл и разрушенная взрывами, сбрасывается на самый нижний горизонт шахты – 512 метров. Водители машин, с помощью которых это делают, мне показались настоящими ассами экстремального вождения. Это самый большой и мощный агрегат, работающий в шахте. За рабочую смену такая машина съедает больше 300 литров топлива. Сколько при этом проезжает, водители не считают. Главное, сколько руды перевозят. Машинисты стараются за смену погрузить и перевезти как можно больше горной породы. Она ведь только называется красиво – «золотая руда». Золото в ней всего 2 грамма на тонну. Ну, это горизонт минус 512 метров, руду. Самый нижний на сегодня горизонт, где ведутся работы. Вообще же геологами на Березовском руднике уже разведаны запасы до глубины 700 с лишним метров. По предварительным оценкам – 100 тонн золота. Этого хватит еще не на одно десятилетие добычи, а значит, еще не на одно поколение. Начинаю сам грузить золотые вагоны. Дело это физически несложное. Достаточно нажать рычаг и просто следить за тем, как наполняется каждая тележка. Лучше, чтобы это происходило равномерно. Золотая руда. Но много ли золота вы в ней увидели? Чтобы извлечь драгоценный металл, всю породу поднимают наверх, на гора. И отправляют на обогатительную фабрику. Круглые сутки на горизонте минус 512 – оживленное железнодорожное сообщение. Мне доверили недолго поработать машинистом шахтного электровоза. Вот эта машина. Сейчас я на ней прокачусь. Сначала без вагонеток. Так, ручка контроллера. Так же, как в поезде. В другом. Это ходовое положение вперед. Ток идет. Поехали. Ощущения непередаваемые, конечно. Все легко и просто едет. Дорога прямая, поворотов нет. Скорость постепенно набираем. Такие же электровозы с вагонетками перевозят шахтеров, если от рудного двора до забоя больше полутора километров. Рудник, как подземный город, растет и изменяется. Неизменным остается алгоритм работы и факт, что большая часть желтого металла во всем мире добывается именно рудным способом. Хотя на Урале мне удалось попробовать и другие методы золотодобычи. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это у вас за золотодобывающая фабрика на плаву? Да, вот такая небольшая золотодобывающая фабрика. Ничего себе небольшая. Драга, потому что драг металл? Да. На самом деле название происходит от английского слова «драг», которое переводится как «тащить, чистить дно». Что и делает этот горно-обогатительный комбинат на плавучей платформе. Действует драга по принципу многоковшового цепного экскаватора. Черпает грунт, который потом идет на промывку и обогащение. Кстати, работает именно эта драга уже почти 80 лет. Можно только догадываться, сколько золота добыто с ее помощью. Вот в таком практически полностью резиновом виде я вливаюсь в бригаду промывальщиков золота. На драге у них самая тяжелая работа. Тут реки настоящие текут. На золотые реки они не похожи, но золота в этой воде достаточно. Оно все под этими железными решетками, которые мы убираем. Они как фильтр задерживают крупные камни и прочий мусор. А золото, благодаря своей тяжести, оседает на резиновых ковриках. Их здесь несколько десятков, и каждый нужно поднять и промыть. Вот так вот его. Ого, какой тяжелый. Золото, наверное. Промытые коврики снова укладывают под решетки. Первые 10 минут мне кажется, что все делают слишком много движений и чересчур суетятся. Но оказывается, ничего лишнего здесь нет. В этом весь принцип работы. Быстро снять золотосодержащую массу с коврика, постелить его и опять открыть наш золотой кран. Вам почему работа эта нравится? Ведь она тяжелая, грязная, совсем не женская. А уже вот привыкла и... Вот сидеть неохота, понимаете? Вот там за столом или все. Слушно. А тут, видите, романтика. Грязь вода. Как это ни парадоксально, но дольше и лучше здесь работают женщины. Мужчины долго не задерживаются. Либо совсем уходят с драги, либо переходят на другую работу. Вот на этом участке мы работу закончили. Сейчас моем спецодежду вот таким вот способом. Правда, золото я пока не видел, только слышал о нем. Но понял, что для того, чтобы добыть чистый металл, нужно сделать очень много грязной работы. На следующем этапе промывки уже не так шумно, но грязи тоже хватает. Золотосодержащий шлиф постоянно перемешивает. Так металл быстрее оседает на резиновых ковриках. Если шлиф чуть полежал, вот эта порода полежала, она слеживается. Она ворошит ее и выбивает оттуда камешки. Золото нашли? Да. Вот он. Вот он, первый. Я бы, наверное, даже не разглядел этот кусочек золота. А ведь это самый настоящий, хоть и маленький самородок. Таких еще будет немало. Но главная добыча – вот этот золотой песок. Это все золото, которое мы работали за сутки. Это много? Я бы не сказала. Это ведь все относительно. Может быть и сто грамм много, может и килограмм мало. А как относимся мы к золоту? Ну, это наша работа. Как в банке кассир относится к деньгам? Вот примерно так и мы относимся к этому золоту. Это наша работа. Можно сказать так, в золотой запас нашей страны есть и какая-то частичка нашего золота. И может быть, я не знаю, конечно, может не такая большая, но я не думаю, что маленькая. Пока у нашей бригады есть небольшой перерыв, я решил посмотреть, кто же управляет этой огромной махиной, как она вообще работает. Интересно, как называется профессия у этого человека? Наверное, какой-нибудь машинист Драги. Сейчас узнаем. Оказалось, что управляет ею муж Надежды, с которой я работал, Юрий, называет себя просто Драгер. Хотя по документам он оператор Драги. Операции действительно приходится выполнять немало. Все механизмы здесь. Насосы, низкий насос, низкого давления насос, высокого давления насос. Рамоподъемная лебедка, общая нагрузка, главный привод, два двигателя. Я мало что понял, но даже несмотря на это не отказался от возможности порулить Драгой. Сейчас включайте правую лебедку. Так же, один контакт. Туда. Вперед. И мы пошли вправо. Драга поехала вправо. Сейчас ваша задача – следить за наполнением черпаков. Черпаки не должны быть полными. Сейчас Драга берет самый насыщенный металлом слой грунта, поэтому много породы не нужно. Тогда она лучше промоется. Отработав участок, Драгер поднимает раму, убирает сваи, и Драга передвигается на новое место золотодобычи. То есть на несколько метров вперед. Продолжение следует... Драга передвигается на новое место золотодобычи. и у которых нет официального названия. Все они находятся недалеко от мест, где идет золото-добыча. Один такой участок всего в паре километрах отсюда. Вот этот поселок построили 10 лет назад. И уже ровно 10 лет каждое утро и каждый вечер именно отсюда старатели отправляются на работу, в забой. Это один из поселков старательской артели Неева, старейшей на Урале. Артель работает уже 35 лет, в год добывая почти тонну золота. Старательский сезон начинается весной и заканчивается глубокой осенью. Рабочая неделя 12-дневная, потом 3 выходных. По такому графику старатели живут на Урале уже много лет. Золотая традиция. Гидравлический способ добычи золота. Я вижу, что это самая настоящая битва с природой. Люди, правда, уже не гибнут за металл, как во времена золотой лихорадки. Но природа все равно очень неохотно расстается со своими богатствами. И золото у нее приходится буквально отвоевывать. В этой войне все средства хороши. Но лучшее то, что проверено годами и старателями прошлого. Волшебная сила воды. Нехитрое устройство называется гидромонитором. Человек им управляющий гидромониторщиком. По сути, это главная профессия в гидравлическом забое. Резкие движения делать не надо. Делаем все плавно. Сначала образовываем врук. То есть подмываем горную массу. Борт обрушиваем, потом его размываем. Такая работа требует огромной выносливости. Гидромониторщики работают по 12 часов в день. Основное, конечно, делает вода, но управлять ею совсем непросто. Говорят, вода и камень точит. Так вот здесь она под таким давлением, 12 атмосфер, что камень она не просто точит, а разносит его на кусочки. Для добычи золота это как раз то, что нужно. Металл, как всегда, окажется в самом низу. Конечно, не в чистом виде. После забоя это пульпа – смесь горной породы с водой. Землесосом ее закачивают в трубопроводы и отправляют на обогатительный шлюз. Принцип работы на обогатительном шлюзе примерно такой же, как на драге. Резиновые коврики, решетки и очень быстрые действия. И внизу у нас остается... Ну, конечно же, никто из зрителей не скажет, посмотрев на это, что тут золото. Но на самом деле оно тут есть и, наверное, немало. Контейнер золотом закрывают, ставят пломбу и возят на участок финального обогащения. Заканчивать битву за металл будут машины. Вибростол очистит золото практически от всего. Через несколько минут останется только золотой песок с небольшой долей примесей. Остальное тоже дело техники. Золото сушат, просеивают, собирают магнитом недрагоценный металл, а золотой песок высыпают в электромагнитный сепаратор. Несколько минут – и вот оно. Чистое золото. Сейчас у меня будет самая настоящая золотая чаша. Если честно, даже не хочу предполагать, сколько стоит это золото. Ведь я узнал о его настоящей цене, увидел, как тяжело дается каждый грамм. И в очередной раз убедился, что самое большое богатство Земли – это все-таки люди, которые хорошо делают свое дело. Люди с золотыми руками. Редактор субтитров А.Семкин